Внутренний фильтр для аквариума достаточно частое явление, особенно у начинающих аквариумистов. Что вообще дает внутренний фильтр? В первую очередь это механическая очистка аквариума, то есть мелкие частички оставшегося корма, твердые отходы от аквариумных жителей, отмершие частички растений и прочее, в общем все то, что мешает наслаждаться чистым аквариумом. Помимо этого, современные внутренние фильтры оснащены подачей воздуха в воду, что позволяет отказаться от дополнительного оборудования, установки компрессора, соответственно меньше затрат на электричество, да и меньше розеток понадобится для самого аквариума. Третья функция это течение. Очень многим аквариумным рыбкам течение необходимо для создания идеальных условий содержания, как в живой природе. Более того, с помощью волнения на поверхности воды, создается дополнительное обогащение воды воздухом. В этом видео я покажу новинку 2019 года от компании Tetra. Внутренний фильтр Tetra FilterJet. Спасибо компании Tetra за то, что предоставила данный фильтр для обзора и тестирования. Стоит сказать, что счастливым обладателем данного фильтра стал не только канал Пар, но и канал Скалярики, Грин Арт Москоу и Аквамен. Соответственно, в этом видео я поделюсь с вами своим мнением и своими впечатлениями, но не пропустите выпуски и обзоры этого фильтра на каналах моих коллег. Наши мнения могут отличаться и возможно они скажут что-то, что я не сказал или забыл сказать. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте откроем ее и посмотрим, как все это дело выглядит внутри. Субтитры сделал DimaTorzok Много разных мелких деталей. Забегая вперед скажу, что в этом фильтре все продумано до мелочей. Соответственно, каждая деталь съемная и если вдруг она не понадобится, ее можно просто снять и убрать. Давайте соберем фильтр и посмотрим, как он выглядит в собранном виде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтоб случайным образом она не закрылась полностью. Необычный крепеж трубки для воздуха. Раньше такого не встречал. Кстати, для тех, кто не планирует пользоваться подачей воздуха, есть силиконовая заглушка в комплекте. Вот насколько все продумано в этом фильтре. Регулятор потока воздуха выглядит просто бомбически. Обратите внимание на крепежи. Во-первых, крепеж можно повесить с трех сторон фильтра, что позволит максимально комфортно разместить его именно так, как нужно вам. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На первый взгляд, это обычный классический внутренний фильтр, но выглядит он почему-то круто. Это как сравнивать Ладу Калину и БМВ по внешним признакам. Стоит сказать, что вышло три модели этих фильтров для аквариумов с объемом от 50 до 120 литров 400 литров в час. Соответственно он называется от 120 до 170 литров в 550 литров в час фильтр джет 600 и от 170 до 230 литров 900 литров в час фильтр джет 900. У меня фильтр джет 600. Посмотрите какой он компактный по своим размерам. Даже не верится, что он настолько мощный. Для сравнения рядом поставлю внутренний фильтр со схожими мощностями, чтобы вы понимали о чем я говорю. Ну что, давайте наконец посмотрим его в деле. Сейчас поднесу поближе микрофон, чтобы вы могли услышать как он работает. Звук, конечно же, есть, но достаточно тихий. В начале видео я говорил о том, что на поверхности воды можно создать волнение. Таким образом вода также будет насыщаться воздухом и можно будет снять трубку. Давайте ее снимем, закроем силиконовым колпачком, а благодаря подвижной лопатке направим поток воды вверх. Готово. На всякий случай напомню, что во время чистки фильтра его необходимо разбирать полностью, хотя бы иногда. Я говорю вот об этом. Не забывайте здесь его промывать. Порой в этом месте скапливается очень много грязи. Ну и добавлю, что такой фильтр лучше всего чистить прямо в аквариумной воде. Например, в ведре, в котором вы сливаете воду при подмене. Пусть губка не будет прочищаться идеально. Но это позволит оставаться в ней, пусть небольшому количеству, но все же нитрифицирующим бактериям. Почему компания Тетра решила отказаться от стакана? Я думаю, во-первых, потому что стакан не позволяет полноценно всасывать воду через всю поверхность губки со всех сторон. Во-вторых, внутренние фильтра, которые используют стаканы, теряют производительность. То есть мощность фильтра будет значительно меньше и ради чего? Только ради того, что в тот момент, когда вытаскивают фильтр из воды, капнуло обратно в аквариум на две капли грязи меньше. Это не серьезно. К тому же губка, которую использует компания Тетра, очень ребристая и не дает грязи стекать обратно в аквариум. Давайте достанем фильтр со стаканом и понаблюдаем. Смотрите, грязная вода все равно немного стекает. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, мне удалось максимально подробно рассказать об этом фильтре. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. По возможности буду на них отвечать. Не забывайте поставить палец вверх, если вам понравился данный внутренний фильтр. Также я жду каждого из вас в группе ВК Параквариумистика и в инстаграме, где я ежедневно выставляю фото и короткие видео. Субтитры сделал DimaTorzok